Владивостокский кот Виктор на сегодняшний день самый известный представитель кошачьих в мире. О нем писали не только всероссийские СМИ, но и такие иностранные издания, как BBC, CNN, New York Times и Washington Post. В эфире вечернего шоу «Чай, котики, рок-н-ролл» на радио BBC хозяин знаменитого питомца Михаил Галин ответил на самые волнующие общественность вопросы. В том числе и объяснил, почему решил пойти на нарушение правил авиакомпании. Я даже не мог рассматривать никакого морального права, не имел его туда отправлять. Это была бы рулетка для его жизни, 8 часов в багаже, при том, что один час он перенес достаточно сложно. Напомним, в начале ноября в столичном аэропорту Шереметьево пассажиру рейса Москва-Владивосток Михаилу Галину запретили взять с собой на борт ручную кладь, которая превысила допустимый вес на 2 килограмма. Эта кладь – любимый кот по кличке Виктор. Путешественник пошел на хитрость. Формат ручной клади Витя никак не вписывался. Бдительная сотрудница аэропорта предложила два варианта – либо пухлый пассажир скидывает 2 килограмма, либо отправляется в багажное отделение. В самолет их так и не пустили. Михаил бросил клич в соцсетях и отыскал кота-дублера, вернее кошку, такого же окраса, но более стройную. На следующий день пассажир успешно прошел регистрацию с ней и вернул владельцу, а на борт взял своего Витю. Сотрудника аэропорта можно понять, она выполняла свою задачу, но я очень переживал за кота, просил ее войти в положение, говорил, что кот живым не долетит, просил, чтобы сотрудница аэропорта позвала представителя авиакомпании. У нас были долгие разговоры, мне никто не хотел идти навстречу, это была, судя по всему, принципиальная позиция из-за этих 2 килограмм кота. Я понимал, что я иду на правонарушение, но да, на концу стояла жизнь кота, я не мог, к сожалению, по-другому поступить. К слову, эта история стала одной из самых ярких тем ноября в СМИ, а компания Аэрофлот аннулировала мили, накопленные пассажиром Михаилом Галином за 14 лет в знак наказания. История еще продолжается, на мой взгляд, потому что история получила какую-то свою законодательную инициативу, и сейчас мне будет очень интересно, что ответит Минтранс, так как они инициировали рассмотрение этого вопроса, и какие возможности откроются после их ответа. Я больших иллюзий не питаю, но, безусловно, это будет лучшим завершением этой истории, если Минтранс позволит авиаперевозчику за доплату оплачивать дополнительные килограммы кота и провозить его в салоне. Чтобы больше таких проблем не возникало, Михаил решил привезти питомца в форму. Теперь у Вити в рацион не только низкокалорийный корм, а перед следующим путешествием у кота будут разгрузочные дни. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом.